Наши ответственности по всей линии фронта. Значит, вот находится Попасная, которая находится под нашим контролем. Идет рубежник. Это где Апти? Это где Апти. Они сейчас вышли на рубеж, воеводовки, взяли ее под контроль. Сейчас готовятся к дальнейшим уступательным действиям в направлении Север-Донецка. То, к чему мы идем, наша основная задача на данном этапе, это город Лисичанский. Ключом к взятию Лисичанский является Попасная. Она находится под нашим контролем. Мы забрали нижнюю четыре человека. Да, мы два забрали. Пром-зону мы забрали здесь вот Светличная и Нижняя. И встали по рубежу, отрезали Ташковку от Нижнего и Светличного. Основные, куда они сейчас все бегут, это Артемовск. Вот здесь сейчас скопилось очень большое количество противников. И он еще подтягивает сюда. Тут у них основной штаб. И которые сбежали, и которые подтягиваются из Славянска и Краматорска. Что делаем сейчас мы по факту? Мы сейчас вышли на Камышеваху. Здесь вот это вот мы забрали, мы это контролировали. У нас порядка ста человек было на Александрополе. Отсюда, кстати, группа Магомеда вышли на это Александрополе. И уже под утро по лесному массиву спускались вниз сюда, открывая новый фронт. И вот Слава Всевышнему все получилось, у нас все удалось. Ребята четко вообще отработали. Причем, ну, как бы встретились с такой сопротивлением. Им удалось закрепиться и вот эту сторону все отжать. Круппировка вышла на Камышеваху, бьется перед Камышевахой. И дальнейшая у них задача идти на Врубовку, Николаевку, Лоскутовку и выходить на Лесичанск. Противник пытается оказывать сопротивление, но из-за натиска наших подразделений, из-за постоянно меняющихся планов, то есть они, конечно, все находятся в очень подавленном состоянии, в удрученном состоянии из-за того, что они не понимают вообще, куда их бросают и что творится. Особо уже не кормят даже, продукты им не подвозят. Боеприпасы, с правилами, они даже не успевают эти боеприпасы зарасходовать, мы их ликвидируем, уничтожаем. Отмечается то, что снова новых привозят, снова привозят. То есть, допустим, вот опорник раздолбили, там тела развороченные лежат, новые пришли, лопаты взяли, там тела раскидали в разные стороны. То есть не забирай даже ничего. Фашисты за такие вещи, которые они делают, исполняют, им вообще ни пощады не будет. Так делают только действительно фашисты. Частины, совести, но ничего у них нету. Субтитры создавал DimaTorzok